МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Жители поселка Дубовка требуют прекратить строительство угольного карьера. Они опасаются, что лишатся единственного пастбища и воды. Казахстанские частные судебные исполнители недовольны своим председателем. Они уверяют, что новый шеф оказывает на них давление и увольняет сотрудников без причин. Теплотранзит решился на крайние меры. В Караганде от централизованного теплоснабжения в ближайшее время отключат 70 домов. Жители в срочном порядке собирают деньги. Жители Дубовки выступают против строительства угольного карьера. Чиновники вникать в суть жалоб простого народа не спешат. Ведь у компании, разрабатывающей карьер, имеются все необходимые разрешительные документы. Жители Дубовки выступают против строительства карьера единым фронтом. Никто не желает, чтобы в 500 метрах от поселка добывали уголь. Местные жители опасаются, что лишатся пастбища и воды. Я против этого карьера, потому что вода с Дубовки уйдет. Рядом у нас кладбище, оно все уйдет под землю. Мы против. Утром шум, камазы, это езда, пыль невозможно, белье повешать. Вообще ужас какой-то. Куда поступила вода? И уже у некоторых скважины опустили. Понимаете? Вода-то уже уйдет у нас из скважин. Вода, во-первых, уйдет. И потом это рядом с поселком, это же это и пыль. Тут же выпас скота. И скоту негде ходить. В компании, разрабатывающей карьер, настаивают, что все документы в порядке. Мол, проводились и общественные слушания. Однако местные жители отмечают, что они всегда придерживались одной и той же позиции. Против строительства угольного карьера. Жители Дубовки уверены, что добыча угля близ поселка может оставить их без крыши над головой. Они продали 40 гектаров земли, а там, мама не горюй, все 200 гектаров. Вот это они испоганили. И у нас не спросили. А это при том, что если будут добывать бурый уголь, открытым способом, глубиной 93 метра, это три девятиэтажных дома. Вот это сколько, куда-то надо и грунт деть, все это, и все это будет рассеиваться. А взрывные работы обязательно будет, будет порода. Это метан повлечет разрушение наших домов. Нежелающие мириться с подобным исходом люди обратились во все возможные инстанции. В настоящее время проверку проводит Департамент экологии. Ее результаты будут известны в течение месяца. Жители Дубовки уверены, что нарушение она непременно выявит. Взять, к примеру, расстояние между карьером и поселением. Согласно нормам, оно должно составлять как минимум тысячу метров. Пока местные жители негодуют, чиновники лишь разводят руками. По их словам, все действия компании законны, а потому местная власть влиять на ход строительства, а тем более его приостанавливать, не имеет никакого права. Доли расчеты представлены, соответствующие лицензированные организации. Я вот сама анализировала, потому что мы же принимали данные территории, мы принимали этот объект на себя, на наш район принимали. Поэтому нужно было так же, как и, допустим, жители, что по коллективной жалобам мы тоже рассмотрели, посмотрели все это. Естественно, все там законно, все действия законны, на всех этапах проекта. Споры вокруг строительства карьера не утихают. Однако, несмотря на жалобы людей, компания прекращать работы не намерена. Известно, что она уже выплатила государству компенсацию за то, что карьер будет располагаться на пастбище. Торжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Негативная ситуация, сложившаяся в палате частных судебных исполнителей, продолжается. Члены палаты обратились с открытым письмом к премьер-министру. Напомним, 16 июля в Министерстве юстиции состоялось заседание, на котором переизбрали председателя правления палаты Кулахмета Бекетова. Оппозиция заявляет, что данное заседание прошло с нарушениями. О всех подробностях рассказали представители палаты на пресс-конференции. По словам судебных исполнителей, с момента образования палаты никакие претензии к работе некоммерческой организации не поступали. Но Министерство юстиции объявило о провальной работе палаты. В связи с этим бывший председатель Сергей Ильин Михайлович освободил должность. 11 июля большинством голосов на заседании был избран Ирак Еликеев. Однако спустя 4 дня в здании Минюста председателя переизбрали. Новым главой палаты стал Кулахмед Бекетов-Пакаджанович. Сроки не уведомлялись. И у нас на практике никогда не было, чтобы здание Министерства юстиции проходило. Тем более за короткий срок оказывается уведомление отправили. Но мы позже прочитали, на электронную почту отправили. И главное, получается, там не было кворума. Если по закону, по уставу частных судебных исполнителей посмотреть, там, получается, 19 человек должно быть членом президиума. Три члена президиума от полномочного органа и 16 с каждых регионов, получается. Эти кадры из Шымкента. В региональной конторе конфликт. По словам протестующих судоисполнителей, новый председатель пугает увольнением и выгоняет из офиса. Действия нового главы палаты коснулись и Карагандинской области. Здесь председателем назначен новый руководитель. Данная ситуация нам дестабилизировала работу и также палаты, региональных палат и самих частных судебных исполнителей. Когда избирался Великеев Ирак Косымович, там всем известный кворум был. И по тенденции частные судебные исполнители поддерживают большинство его. Частные судебные исполнители утверждают, что Бекетов производит свои действия не без ведома Министерства юстиции. Сотрудники все свои замечания выразили в письме главе Кабинета министров. Они надеются, что избрание Кулахмеда Бекетова признают незаконным. Мольдзи Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 30% жилых домов в Караганде не готовы к отопительному сезону. Об этом сообщает теплотранзит Караганды. Сегодня от централизованного теплоснабжения отключили один из домов по улице воинов-интернационалистов. К радикальным мерам прибегли из-за того, что жильцы не подготовили дом. Девять многоэтажных жилых домов в Караганде отключили от централизованного теплоснабжения. Такая же участь ждет еще 70 домов. А все потому, что жильцы не выполнили подготовку к отопительному сезону согласно регламенту, который подразумевает промывку, опрессовку, наладку оборудования и получение акта готовности системы теплопотребления. Сегодня от централизованного отопления отключили дом номер 2 по улице воинов-интернационалистов. Да, заранее предупреждали, неоднократно, даже два раза разносились уведомления. Дом стоит по графику сдачи на 15 июня. Но сегодня, как можно наблюдать, уже прошло почти два месяца. То есть реакции на кой наблюдается, поэтому мы вынуждены прибегнуть к данной мере. Как выяснилось, этот дом не обслуживает ни один КСК. Основная масса – жильцов двухэтажного дома, инвалиды и пенсионеры. Один из них – Токиш Буркетбаев, проживающий в этом доме с 1965 года. По его словам, жильцы начали собирать деньги на подготовку дома к отоплению. Инициативу по сбору средств взял на себя один из них. На двери подъезда и вправду висит объявление. Жители информируют о необходимости сбора средств для проведения рекламентных работ. Однако собрать деньги вовремя и подготовить дом к отоплению жильцы не успели. Сотрудники теплотранзит Караганды отмечают, что жильцам дома отчаиваться не стоит. Они не будут зимовать без тепла, если завершат подготовку дома к предстоящему отопительному периоду. Также специалисты просят карагандинцев ответственнее относиться к подготовке системы теплопотребления. Около 300 миллионов тенге вернут коммунальщики жителям Карагандинской области. Сделано это в соответствии с законом о естественных монополиях. Один из пунктов гласит, субъект естественной монополии обязан возвращать средства от перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха. Работу по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению провели в областном департаменте комитета по регулированию естественных монополий. Самую крупную сумму потребителям придется вернуть темиртаускому предприятию «Окжит-ПСТ» свыше 225 миллионов тенге. В списке тех, кому будут возвращены деньги, значатся также жители Караганды, Жасказгана, Балхаша и Сатпаева. Это зависит от температуры наружного воздуха. В один день, допустим, бывает, что на улице тепло, они топят аналогично правильно, а в другие дни бывает на улице наружный воздух холодный и чуть-чуть не дотапливают. И в совокупности, когда общий за период считается, эти все моменты учитываются. А потом, по итогам проверки, это все размещается, сообщается субъектам, что необходимо им вернуть средства от перерасчета стоимости. И они в будущем, кто-то в отопительном сезоне, кто-то уже в июле будет выставлять в своих счетах, фактурах или квитациях, в зависимости от как они выставляют строчку, где будет конкретно прописана сумма и сколько они возвращают. Специалисты отмечают, что возврат средств будет произведен только тем потребителям, кто не имеет приборов учета тепла. С перерасчетом согласны все услугодатели, за исключением Жасказганского предприятия АО «ПТВС». В департаменте заявляют, что перепроверят данные, но перерасчет своим потребителям Жасказганский услугодатель все равно обязан будет сделать. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. В рамках программы «Туранжер» в селе Куянде местный предприниматель открыл детский дом семейного типа. В нем уже поселились четыре воспитанника Карагандинского детского дома. События приурочили к 170-летнему юбилею Куяндинской ярмарки. У местных жителей Аяна и Асели Сабаевых четверо собственных детей. Но семейная пара намерена усыновить еще четверых сирот – воспитанников Карагандинского детского дома. Любить и заботиться о них молодые люди будут как о родных. После процедуры усыновления семья с восемью детьми поселится в детском доме семейного типа. Когда ко мне поступило предложение жить в детском доме семейного типа и ухаживать за детьми, я сразу же согласился. Для меня счастье воспитывать детей, которые нуждаются в любви, которые остались без родителей. Мы дадим им свою фамилию. Это будут уже наши дети. Строительство детского дома семейного типа в селе Куянды завершилось еще в прошлом году. Но официально открыли в этом, приурочив события к 170-летнему юбилею Куяндинской ярмарки. Я уверен, что дети, которые будут здесь воспитываться, завтра принесут большую пользу нашему району. Мы с нетерпением ждем будущих успехов этих детей. И немалую роль в этом играет государственная поддержка. Новый особняк построен на средства мецената Нурлана Калтаева. Он же оказал спонсорскую помощь в приобретении детской мебели. На торжественной церемонии предпринимателя отметили заблаготворительную деятельность. Сокращение количества жителей в сельской местности плохо сказывается на развитии села. Я мечтаю, чтобы здесь, в поселке Куянды, были созданы все условия для его жителей, чтобы оно процветало. Это наша история. Именно здесь проходила знаменитая Каиндинская ярмарка. Стоит отметить, что Нурлан Калтаев уже построил мечеть и подарил жителям мини-футбольное поле. В ближайшем будущем меценат планирует отремонтировать еще один заброшенный дом и передать его на нужды сельчан. В Каркарелинском районе отмечают, что благотворительная деятельность Нурлана Калтаева является ярким примером реализации патриотической программы «Туганжер». В Карагандинской области довольно высок уровень взрослого суицида. 20 случаев, совершенных самоубийств на 100 тысяч человек. Как разговаривать с тем, кто готовится уйти из жизни? Как убедить его остановиться? Обо всем этом шла речь на специальном семинаре для сотрудников полиции, которые провели специалисты. Врачи-психиатры отмечают, что за последние пять лет в Карагандинской области наблюдается снижение количества суицидов. Однако общий уровень остается высоким – 20 случаев на 100 тысяч человек. Зачастую первыми, кто вступает в контакт с человеком, вознамеревшимся проститься жизнью, становятся полицейские. Именно для них специалисты организовали специальный семинар. Лектором выступил ректор Российского института психиатрии и медицинской психологии Равиль Назыров. На примерах он рассказал о том, чем опасен патологический кризис. 90% всех кризисов люди терпят, справляются с ними. Более того, испытывая эти кризисы, они превращаются в более сильных людей, потом научаются еще лучше себя чувствовать. А до 10% кризисов патологических, которые человек не может, в принципе, справиться с собой. И вот в этом ситуации, по-моему, нужна помощь. И такие ситуации в нашей психологии обозначаются как патологические кризисы. Сотрудник областного психоневрологического диспансера, психотерапевт Батыржан Кундагбаев является также внештатным суицидологом. Занимается профилактикой суицидов среди взрослых. Данный семинар он считает чрезвычайно полезным, поскольку не так часто в Караганду приезжают специалисты высокого уровня. Конечно же, есть чему у него поучиться, где он рассказывает какие-то основные базовые вещи. И, конечно же, что он затрагивает на вопросы, которые насущные. В частности, это ранняя диагностика суицидов, это что нужно делать в первые моменты попытки суицида, как нужно разговаривать с самим суицидентом, какие нужно говорить слова, как нужно себя вести с этим человеком. Это будет очень полезно для присутствующих на этом семинаре полицейских. Организаторы семинара особо подчеркнули, что в зале присутствуют не только специалисты-медики. Полицейские, спасатели, чиновники. Для них лекция будет не менее полезной. В нами предусмотрено обучение не только медиков, психологов при организациях первичной медико-санитарной помощи, но также предусмотрено обучение немедицинского персонала. То есть это те люди, которые часто в своей работе сталкиваются с суицидом среди населения. Это местная полицейская служба ДВД, это сотрудники ДЧС, управление по делам религии, управление по делам молодежной политики. Семинар организован областным центром формирования здорового образа жизни совместно с компанией ТВКЗ-4, а также областным управлением здравоохранения. Проводятся мероприятия в рамках реализации дорожной карты по развитию службы охраны психического здоровья Республики Казахстан. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде стартовала областная спартакиада, посвященная памяти Балапана Абенова. Турнир по мини-футболу собрал 17 команд со всего региона. В ближайшие дни юные спортсмены будут бороться за места на пьедестале и крупные денежные призы. В церемонии открытия принял участие заместитель Акима области Жандос Абишев. В ближайшие дни в областной спартакиаде за призовые места поборются 17 команд. В турнире по мини-футболу принимают участие юноши 2001-2002 годов рождения. Первенство посвятили памяти Балапана Абенова. Он был начальником управления юстиции, администратором судов, а затем и советником Акима области. На протяжении всей жизни Балапан Абенов поддерживал развитие спорта в регионе. Именно по этой причине турнир по мини-футболу посчитали лучшим способом почтить его память. На средства спонсоров, родных и друзей Балапана Абенова был собран внушительный призовой фонд. Очень крупный призовой фонд планируется. За первое место ребята могут получить 1,2 млн. Каждый участник, состав команды 12 человек, каждый участник могут получить по 100 тысяч, а также тренер получает. Остальные суммы за второй, за третий призовые места будут распределены. Среди 17 команд оказались и гости из Актау. Им предстоит защищать честь Магисталской области. По словам тренера команды, главное для его подопечных – опыт, а не место на пьедестале. Главный опыт у нас. Хотим набраться опыта. То есть наши ребята, они в большом футболе играют, но мы хотим еще опыта набраться в мини-футболе. У нас в Актау тоже проходят лиги по мини-футболу. Мы хотим тоже этих новых и молодых ребят туда подтянуть. Вот поэтому мы сюда приехали на соревнования. Торжественную церемонию открытия первенства посетили друзья, родные Балапана Абенова, а также представители спортивной общественности и заместитель Акима Карагандинской области Жандос Абишев. Турнир завершится 15 августа. В планах организаторов сделать Спартакяду традиционный, а также расширить ее масштабы до республиканской. Торжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Увидимся в эфире Первого Карагандинского. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова